Здравствуйте, уважаемые студенты! Вашему вниманию представляется лекция по дисциплине «Электрические машины» для студентов специальности «Электроэнергетика». Лекция номер 10. Пуск трехфазных асинхронных двигателей. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. Меня зовут Беличенко Аркадий Петрович, я старший преподаватель кафедры «Энергетические системы». План лекции. 1. Пуск трехфазных асинхронных двигателей. 2. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. 3. Асинхронная машина в качестве генератора. 4. Однопазный двигатель. В конце будут контрольные вопросы для самостоятельной подготовки. Также на данном слайде показан список литературы для подготовки к занятиям. 1. Пуск трехфазных асинхронных двигателей. Основные величины, которые определяют режим пуска, является пусковой ток И с индексом П и пусковой момент М с индексом П. При пуске возникают большие токи, которые снижают напряжение в сети. А у асинхронных двигателей момент приблизительно равен квадрату напряжения. Как казалось, в асинхронных двигателях пусковой ток равен от 5 до 7 тока номинального. То есть если ток номинальный 5 А, то пусковой ток может быть от 25 до 35 А. А момент пусковой мал. У двигателей с фазным ротором пусковой ток от 2 до 2,5 тока номинального. А пусковой момент большой. Поэтому при тяжелых условиях пуска применяют двигатель с фазным ротором. Существуют следующие способы пуска. Первое. Пуск под номинальным напряжением. Второе. Пуск при пониженном напряжении, который делится на реакторный, автотрансформаторный. Пуск посредством переключения обмотки статора со звезды на треугольник. И третий. Пуск двигателя с фазным ротором. Теперь рассмотрим каждый из этих вариантов. Пуск под номинальным напряжением. Или как его называют прямой пуск. Прямой пуск асинхронный двигатель простой и нет необходимости в дополнительной аппаратуре. Недостатки прямого пуска. Первое. Большие пусковые токи, которые снижают напряжение в сети. А момент приблизительно равен квадрату напряжения. Второе. Большие ударные электромагнитные моменты. Третье. Большие динамические усилия возникают в обмотках статора. Поэтому асинхронные двигатели большой мощности пускают при пониженном напряжении. Здесь показана схема прямого пуска асинхронного двигателя. Подключение двигателя в электрическую сеть происходит при помощи контактора. То есть пускателя. На рисунке он показан К1. МВ это реле перегрузки. Реле перегрузки необходимо для защиты двигателя в процессе эксплуатации от перегрузки по току. Двигатели малой и средней мощности обычно проектируют так, чтобы по прямому включению обмоток статора к сетевому питанию пусковые токи, возникающие при запуске, не создавали чрезмерных электродинамических усилий. И превышение температуры на двигателе с точки зрения механической и термической прочности. Переходной процесс в момент запуска характеризуется очень быстрым затуханием свободного тока. Что позволяет пренебречь этим током и учитывать только установившиеся значения токопереходного процесса. На графике приведена характеристика пускового тока при прямом запуске асинхронного двигателя с краткозамкнутым ротором. Прямой запуск от сети питания является самым простым, дешевым и наиболее часто применяемым способом запуска. При таком запуске происходит наименьшее повышение температуры в обмотках электродвигателя во время включения по сравнению со всеми остальными способами запуска. Если нет жестких ограничений по току, то такой метод запуска является наиболее предпочтительным. В разных странах действуют различные правила и нормы по ограничению максимального пускового тока. То есть надо учитывать, что есть и другие способы запуска. Пусковой момент будет составлять от 150% до 300% от номинального момента. А пусковой ток будет составлять от 300% до 700% от номинального значения или даже выше. Пуск при пониженном напряжении. Первый. Реакторный способ пуска. При пуске для ограничения пускового тока в базе двигателя включается сопротивление реактора. То есть И с индексом М равна У с индексом С деленное на Z с индексом G плюс ZP. Часть напряжения падает на реакторе, а на двигатель подается пониженное напряжение. После разгона асинхронного двигателя ток в статоре уменьшается. Уменьшит падение напряжения на реакторе. А напряжение на двигателе возрастает. Затем замыкают контакторы и двигатель подключается на полное напряжение. Обозначим. Отношение ток с индексом НС деленное на ток номинальный равно К с индексом ПС. Это коэффициент допустимой кратности. Ток с индексом НС приближенно равен приведенному вторичному току, то есть току в роторе. Отсюда пусковой момент с индексом Н равен. В числителе М1 и НС в квадрате на Р2 деленное на В1. Либо равен К коэффициент допустимой кратности в квадрате. Числитель М1 и номинальный в квадрате. Р2 приведено деленное на В1. Или приближенно равно коэффициент допустимой кратности в квадрате умножить на пусковой момент. И все это приближенно равно коэффициенту допустимой кратности в квадрате. То есть если уменьшить ток в 2 раза К с индексом ПС, момент уменьшится в 4 раза. Это является недостатком реакторного способа пуска. Следующий способ это автотрансформаторный способ пуска. Где падение напряжения будет равно У с индексом С деленное на КА. И ток ПД будет равен напряжению ПД деленное на ЗК. Либо равно У с индексом С деленное на КАЗК. Где КА это коэффициент трансформации автотрансформатора. Ток будет равен ИПД деленное на КА. Равен ИУС деленное на КА в квадрате ЗК. Или равен ИК деленное на КА в квадрате. Пусковой момент будет равен У с индексом ПД в квадрате равно УС деленное на КА. все это в квадрате или равно УС в квадрате деленное на КА в квадрате. Отсюда мы видим, что если пусковой топ уменьшится в КА в квадрате раз, то и момент пусковой во столько же раз больше, чем при реакторном пуске. Порядок пуска. Замыкается контактор К1, подается напряжение на автоконформатор, двигатель при этом запускается при пониженном напряжении. После разгона замыкается контактор К1 и автоконформатор работает как реактор, а затем замыкается контактор К2 и на двигатель подается полное напряжение. Третий пуск. Посредством переключения обмотки статора со звезды на треугольник. При пуске обмотки статора соединена в звезду, где фазное напряжение меньше линейного на корне из трех раз, поэтому пусковой топ уменьшится. После разгона двигателя обмотку статора переключают в треугольник. При соединении обмотки статора в звезду пусковой топ и пусковой момент уменьшаются в три раза по сравнению с пуском при соединении обмотки статора в треугольник. Необходимо учитывать, что при пуске момент уменьшится в три раза. Дальше. Запуск звезда-треугольник. Запуск переключением звезда-треугольник используется для трехфазных индукционных электродвигателей и применяется для снижения пускового тока. Следует отметить, что запуск переключением звезда-треугольник возможен только для тех двигателей, у которых выведены начало и концы всех обмоток. Пульт для запуска звезда-треугольник состоит из следующих комплектующих. Трех контакторов пускателей, реле перегрузки по току и реле времени, управляющего переключением пускателей. Чтобы можно было использовать этот способ запуска, обмотки статора электродвигателя, соединенные по схеме треугольник, должны быть рассчитаны на работу в номинальном режиме. Обычно электродвигатели рассчитаны на напряжение 400 вольт при соединении по схеме треугольник или на 690 вольт при соединении по схеме звезда. Такая унифицированная схема соединений может быть использована для пуска электродвигателя при более низком напряжении. Схема запуска переключением звезда-треугольник показывает на рисунке выше. В момент пуска электропитание к обмоткам статора подключено по схеме звезда. Замкнуты контакторы К1 и К3. По истечении определенного периода времени, зависящего от мощности двигателя и времени его разгона, происходит переключение на режим запуска звезда-треугольник. При этом контакты пускателя К3 размыкаются, а контакторы пускателя К2 замыкаются. Управляет переключением контактов и пускатели К3 и К2 реле времени. На реле выставляется время, в причине которого происходит разгон двигателя. В режиме запуска звезда-треугольник напряжение, подаваемое на фазы обмотки статора, уменьшается в корень из трех раз, что приводит к уменьшению фазных токов тоже в корень из трех раз, а линейных токов в три раза. Соединение по схеме звезда-треугольник дает более низкий пусковой ток, составляющий всего одну треть тока при прямом запуске. Запуск звезда-треугольник особенно хорошо подходит для инерционных систем, когда происходит подхватывание нагрузки после того, как произошел разгон двигателя. Запуск звезда-треугольник также понижает и пусковой момент приблизительно на третий. Данный метод можно использовать только для индукционных электродвигателей, которые имеют подключение к напряжению питания по схеме треугольника. Если переключение звезда-треугольник происходит при недостаточном разгоне, то это может вызвать сверхток, который достигнет почти такого же значения, что и ток при прямом запуске. За время переключения из режима звезда в треугольник двигатель очень быстро теряет скорость вращения. Для ее восстановления необходим мощный импульс тока. Скачок тока может стать еще больше, так как на время переключения двигатель остается без сетевого напряжения. Запуск через автотрансформатор. Данный способ запуска осуществляется при помощи автотрансформатора, последовательно соединенного с электродвигателем во время запуска. Автотрансформатор понижает подаваемое на электродвигатель напряжение приблизительно на 50-80% от номинального напряжения, чтобы произвести запуск при более низком напряжении. В зависимости от заданных параметров, напряжение снижается в один или два этапа. Понижение напряжения, подаваемое на электродвигатель, одновременно приведет к уменьшению пускового тока и вращающегося пускового момента. Если в определенный момент времени к электродвигателю не подается питание, он не потеряет скорость вращения, как в случае запуска звезда треугольника. Время переключения от пониженного напряжения к полному напряжению можно корректировать. На рисунке приведена характеристика пускового тока при запуске асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при помощи автотрансформатора. На рисунке хорошо видно, что ток без трансформатора может достигать 600 процентов перегрузки, но используя два этапа мы понижаем ток почти более чем в два раза, то есть примерно 250 процентов повышения. Следующий пуск это плавный пуск. В устройстве плавный пуск используют те же IGBT транзисторы, что и в частотных преобразователях. Данные транзисторы через цепи управления понижают начальное напряжение, поступающее на электродвигатели, что приводит к уменьшению пускового момента на электродвигателе. В процессе запуска плавный пуск постепенно повышает напряжение электродвигателя, что позволяет ему разогнаться до номинальной скорости вращения, не образуя большого момента и пиков тока. На рисунке приведена характеристика пускового тока при запуске асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором с помощью устройства плавный пуск. Плавный пуск может использоваться также для управления торможением электродвигателя. Устройство плавный пуск дешевле преобразователя частоты. Использование такого устройства плавный пуск для асинхронных электродвигателей значительно увеличивает срок службы электродвигателя, а с ним и насоса, находящегося на валу этого двигателя, либо другого рабочего органа. На рисунке видно, что плавный пуск дает значение даже меньше, чем при асинхронном пуске. Чем при плавном, чем при звезда-треугольник и при автотрансформатором. Запуск при помощи частотного преобразователя. Чистопные преобразователи предназначены не только для запуска, но и для управления электродвигателем. Инвертор позволяет снизить пусковой ток, так как электродвигатель имеет жесткую зависимость между током и вращающим моментом. Отличием этого способа является взаимодействие, влияние устройства управления преобразователя на пространственный вектор магнитного потока, вращающийся с частотой поля ротора. Алгоритмы для работы преобразователей по этому принципу создаются двумя способами. Первый – без сенсорного управления, и второй – потока регулирования. Первый способ метод основан на назначении определенной зависимости, чередовании последовательности широтно-импульсной модуляции инверторов для заранее подготовленных алгоритмов. При этом амплитуда и частота напряжения на выходе преобразователя регулируются по скольжению и нагрузочному току, но без использования обратных связей по скорости вращения ротора. Этим способом пользуются при управлении несколькими электродвигателями, подключенными параллельно к преобразователю частоты. Потокорегулирование подразумевает контроль рабочих токов внутри двигателя, с разложением их на активную и реактивную составляющие. И внесение корректив в работу преобразователя для выставления амплитуды, частоты и угла для инвекторов входного напряжения. Это позволяет повысить точность работы двигателя и увеличить границы его регулирования. Применение потокорегулирования расширяет возможности приводов, работающих на малых оборотах с большими динамическими нагрузками, такими как подъемные крановые устройства или намоточные станки промышленных предприятий. Частотные преобразователи создаются для работы с однофазными или трехфазными сетями. Однако, если есть промышленные источники постоянного тока с напряжением 220 вольт, от них также можно запитывать инверторы. Трехфазные модели рассчитываются на напряжение сети 380 вольт и выдают его на электродвигатель. Однофазные же инверторы питаются от 220 вольт и на выходе выдают 3 разнесенные по времени фазы. Схема подключения частотного преобразователя к двигателю может быть выполнена по схемам звезды треугольника. Обмотки двигателя собираются в звезду для преобразователя, запитанного от трехфазной сети 380 вольт. Выбирая способ подключения электрического двигателя к преобразователю частоты, надо обращать внимание на соотношение мощностей, которые может создать работающий двигатель на всех режимах, включая медленный. Нагруженный запуск с возможностями инвертора. Нельзя постоянно перегружать частотный преобразователь, а небольшой запас его выходной мощности обеспечит ему длительную и безаварийную работу. Задача любого из способов запуска электродвигателя заключается в том, чтобы согласовать характеристики вращающегося момента электродвигателя, с характеристиками механической нагрузки. При этом необходимо, чтобы пиковые токи не превышали допустимых значений. Существуют различные способы запуска асинхронных двигателей, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. На следующем слайде приведена небольшая таблица, где в краткой форме указаны преимущества и недостатки наиболее распространенных способов запуска асинхронных двигателей. Давайте рассмотрим каждый запуск, его преимущества и недостатки. Первое. Прямой пуск. Преимущество. Простой и экономичный. Безопасный пуск. Самый большой пусковой момент. Но существенным недостатком является высокий пусковой ток. Следующий способ запуска. Треугольник звезда или звезда-треугольник. Преимущество. Уменьшение пускового тока в три раза. Недостатки. Скочки тока при переключении звезда-треугольник. Не подходит, если нагрузка безэнерционная. И пониженный пусковой момент. Следующий способ. Запуск через автотрансформатор. Уменьшение пускового тока на квадратный корень напряжения. То есть напряжение в квадрате. Недостатки. Скачки тока при переходе от пониженного напряжения к номинальному напряжению. И также пониженный пусковой момент. Следующий способ. Плавный запуск. Преимущество. Отсутствуют скачки тока. Небольшой гидравлический удар при запуске насоса. И уменьшение пускового тока на требуемую величину обычно в два-три раза. Единственный недостаток это пониженный пусковой момент. Последний способ. Пут 1.2. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. Для асинхронного двигателя частота вращения ротора определяется по формуле. n равно n1 в скобочках единица минус s. s это скольжение. Или n равное 60 умножить на f1 деленный на p. Умножить единица минус s. Откуда видно, что скорость вращения ротора можно регулировать? 1. Ф. Изменять частоту подводимого напряжения. 2. Изменять число пар полюсов. 3. Это изменять скольжение. Либо введением в цепь ротора дополнительного сопротивления, либо введением дельта е в ротовую цепь, то есть какой-то ЭДС. Разберем все эти способы. Регулирование частоты вращения двигателя изменением частоты. Для регулирования частоты вращения асинхронного двигателя необходимо преобразователь частоты. При регулировании необходимо стремиться к тому, чтобы с изменением частоты не ухудшались рабочие характеристики. Для этого необходимо, чтобы с изменением частоты поток оставался постоянным. То есть напряжение должно примерно равняться F умножить на F1. Или напряжение, статор деленное на F, должно быть примерно равно потоку, должно быть постоянным, то есть константой. То есть при регулировании частоты одновременно необходимо регулировать и напряжение. Регулирование скорости с условием U на F равного константа является экономичным. Для поддержания λ с риндексом m, cos φ и μ, как показали исследования, можно достичь этого, если выполняются условия U на F равно корень из момента. Регулирование изменением частоты происходит плавно. На рисунке представлены механические характеристики при различных значениях частоты. Показана зависимость частоты от момента и различные значения частоты. Регулирование частоты вращения двигателя путем изменения числа пар полюсов. Этот способ регулирования является ступенчатым. Переключение производится обмоткой статора с одной синхронной скорости на другую. Обычно ротор при этом короткозамкнутый. Наибольшее распространение получили обмотки с переключением числа полюсов 1 к 2. Кроме того, имеются обмотки, разработанные Харитоновым, для станков, которые переключают число полюсов как 1 к 2, так и отличных от этого соотношения. Кроме того, в промышленности используются обмотки на принципе полюсной амплитудной модуляции, разработанной англичанином Райкинфом. Мы рассмотрим обмотки только при переключении числа полюсов 1 к 2. Обычно регулирование производится на 2, 3, 4 ступени. На статоре укладывается либо одна обмотка с переключением, либо две с переключением на 4 скорости. Это дает возможность увеличить пределы регулирования, но понижает использование машин, поскольку работает одна обмотка. Требования к обмотке. Сема обмотки должна иметь минимальное число переключаемых элементов. Второе. На всех ступенях насыщение магнитной системы машины не должно превышать допустимых значений. Третье. Обмоточные коэффициенты на всех ступенях вращения должны быть достаточно высокими. Четвертое. При включении обмотки не должны возникать значительные, отрицательные, асинхронные и синхронные вращающие моменты. И вибрационные силы, обусловленные высшими гармониками магнитного поля. Пятое. Для каждой ступени устанавливается определенная мощность по накреву. Шестое. Направление вращения ротора должно быть неизменным. Выполнить эти условия достаточно сложно и не всегда разрешимо. Принцип переключения числа полюсов основан на том, что изменяя ток в одной из полуфаз обмотки, изменяется число полюсов. Электромагнитная мощность для любого числа P обмотки статора определяется соотношением. U деленное на V1, откуда P равно C U деленное на V1. Регулирование частоты вращения двигателя с сопротивлением в цепи ротора. С фазным ротором. Как известно, если увеличить R2 сопротивление в цепи ротора, то скольжение при постоянном моменте сопротивления возрастает, а скорость уменьшается. Потери в роторной цепи P электрические равно Pm умножить на S. То есть при глубоком регулировании потери электрические возрастают, а это для двигателя большой мощности недопустимо. Поэтому в двигателях большой мощности регулирование частоты вращения производится за счет введения ΔЕ в роторную цепь. При любом скольжении ЭДС, ΔЕ должна иметь ту же частоту, что и основная ЭДС, если в XM2S роторной обмотке. Идея регулирования сводится к тому, что если ΔЕ направлена встречно с E2S, то скорость уменьшается, а если согласна с E2S, то скорость увеличивается. Регулирование частоты вращения изменением подводимого напряжения. Этот способ регулирования не дает больших результатов. Диапазон регулирования получается небольшим. В практике используются различные импульсные способы регулирования частоты вращения на базе тиристоров. Порт 1.3 Асинхронная машина в качестве генератора В качестве самостоятельного генератора асинхронная машина употребляется очень редко. Этот режим встречается в период торможения двигателя, но иногда асинхронная машина используется в генераторном режиме. В этом режиме асинхронная машина может работать либо в тормозном режиме, при этом для создания потока используется энергия сети, либо в автономном режиме с использованием емкости для самовозбуждения. Обычно синхронный генератор потребляет из сети реактивную мощность для создания магнитного потока. Чтобы перевести асинхронную машину в генераторный режим, ее нужно разгрузить, а затем вращать ротор со скоростью выше синхронной. То есть N больше N1. При этом скольжение становится отрицательным. Фаза адреса ротора изменяется на 180 градусов. Это приводит к тому, что активная составляющая тока ротора изменит свой знак, а реактивная составляющая оставит свое направление. Так как независимо от режима машины потребляет, потребляется реактивная мощность для создания магнитного потока. Докажем это аналитически. Ток в роторе равен И2 равно в числителе ЭДС2, деленное в знаменатель корень из РС, деленное на скольжение в квадрате, плюс Х2 в квадрате. Тогда ток ИА2 равен в числителе ЭДС2, деленное на С в квадрате, плюс Х2 в квадрате. Тогда ток ИА2 равен в числителе ЭДС2, умножить на Р2, деленное на С в знаменателе Р2, деленное на С в квадрате, плюс Х2 в квадрате. То есть, при скольжении РАВ меньше нуля, активная составляющая тока ротора изменит свой знак. Активная составляющая тока ротора не изменит своего знака при переходе машины в генераторный режим. То есть, И2Р равно И2 синус Пси с индексом 2. А синус Пси2 будет равен в числителе Х2, деленное на корень Р2, деленное на С в квадрате, плюс Х2С. И 2Р будет равен ЭДС2 на Х2 в числителе, деленное Р2, деленное на С в квадрате, плюс Х2 в квадрате. Следующий пункт. 1. Однофазный двигатель Однофазный асинхронный двигатель по своим рабочим характеристикам уступает трехфазному. Но он имеет то преимущество, что питается от однофазной сети. У однофазного двигателя в пазах статора укладываются две обмотки, сдвинутые в пространстве на 90 электрических градусов. Но вторая пусковая обмотка используется только на период пуска, после чего она отключается. Ротор обычно короткозамкнутый. Однофазная обмотка создает пульсирующий магнитный поток, который можно разложить на прямой поток и обратный. При пуске n равный нулю, моменты от прямого и обратного потока равны и противоположны. Поэтому пусковой момент m с индексом p равный нулю. То есть вот у нас и скорость равна нулю, и mp равна нулю. Если сдвинуть ротор по направлению прямого поля, то ротор разгонится до скорости, близкой к скорости поля fp. Если скорость n равна n1 умножить на скобочек единицы минус s по отношению к прямому полю, скорость вращения обратного поля относительно ротора определяется. n1 плюс m равно n1 плюс n1 минус n1 умноженное на скольжение. Равно 2n1 минус n1s и равно n1, скобочка 2 минус s. То есть обратное поле по отношению к ротору вращается почти с двойной скоростью. То есть обратное поле по отношению к ротору... Отсюда индуктивное сопротивление ротора от обратного поля x2o равно x2s будет большим. А активность составляющая тока в роторе будет малой. И момент от обратного поля будет малым. А момент от большого поля большим, так как скольжение при разгоне уменьшается x2p. А следовательно, активность составляющая тока ротора от прямого поля будет возрастать. И момент также возрастет, что подтверждается на кривых моментах от обратного поля. От прямого и от обратного поля. При скольжении равном единице пусковой момент будет равен нулю. Для создания пускового момента используется пусковая обмотка. Обмотка возбуждения и пусковая обмотка создают вращающееся магнитное поле. Которое наводит в обмотке ЭДС и ТОП. И создается асинхронный момент. При пуске включается пусковая обмотка и создается асинхронный момент. После разгона ротора пусковая обмотка отключается ключом К. 2. Условия создания кругового поля двумя обмотками. 1. Обмотки в пространстве должны быть сдвинуты на 90 градусов. 2. Токи и потоки в обмотках должны быть сдвинуты во времени на 90 градусов. 3. Намагничивающие силы обмоток должны быть равны. 3. ФА равно ФБ. При невыполнении одного из этих условий поле будет эллиптическим. На данном слайде показаны контрольные вопросы для самостоятельной подготовки. Спасибо за внимание. Лекция закончена.